Работа в Южной Корее хочет добавить вас в друзья. Такие запросы на днях были отправлены почти двум тысячам пользователей социальных сетей. 55 жителей Владивостока отреагировали положительно, и это данные только одной интернет-страницы. Предложения заграничного заработка рассылают туристические фирмы и частные лица. Горожанам предлагают информационную помощь по трудоустройству в городах Южной Кореи, помогают с оформлением документов. Есть вакансии как для мужчин, так и для женщин. Например, стройка теплиц или домов в день платят от 80 до 100 тысяч. Вон на наши деньги – это 4 800 – 6 тысяч рублей. Полевые работы и сборы урожая – 4 тысячи рублей в день. За упаковку продуктов в магазине или работу горничной в месяц можно получить 85 тысяч рублей. Такие цифры озвучивают турагенты, но по факту, как говорят сами работники, может быть и в два раза меньше. Пацаны сидят, а тут, короче, сижу. Вон у меня тут две турбинки, кофеек вон мой, очочки, перчатки. Сижу вон под вентилятором. Все разнорабочие из России – это туристы. На территории Южной Кореи они проживают легально, но трудоустроены неофициально, то есть не платят налоги. Корейское правительство борется с гастарбайтерами. Но во Владивостоке такой туризм только набирает обороты. Выигрывают и сами турфирмы, и горожане. Звонков вообще, если брать, с интересом намного больше. А фактических людей, которые готовы все-таки рискнуть и поехать в чужую страну на заработки, ну, около, наверное, ста человек в месяц. А рисков немало. Во-первых, таким туристам нужно быть тише воды, ниже травы, чтобы миграционная служба их не заметила. Иначе заберут в участок и депортируют. А во-вторых, не каждый работодатель исполняет свои обязательства. По словам туристов, корейцы могут просто не заплатить за работу. А бывает такое, что корейцы очень плохо относятся. Например, если ты на каком-нибудь заводе, то дают очень плохое жилье, очень плохое питание. По туристическому договору, ну, без визы в Корее можно прожить до 60 дней. Денис только и проработал. Сначала на заводе, потом кидал уток для забоя, был на стройке на литейном производстве. За два месяца вышло около 150 тысяч рублей. По словам собеседника, во Владивостоке он бы таких денег не заработал. Но есть и другая сторона. От нелегалов страдают обычные туристы. Некоторых потом принимают за гастарбайтеров и не пускают в Южную Корею. Так произошло с одним бизнесменом из Владивостока. Трижды он пытался попасть за границу, но таможенники его остановили. В таможенном пункте миграционная служба Кореи начала задавать вопросы. Зачем я прилетел в страну, почему так часто летаю? Я ответил, что лечу на универсиаду, что в их стране у меня есть друзья. К тому же мне это по средствам. Почему нет? Таможенники попросили предъявить им квитанции о проживании в отеле, чего я сделать не смог, поскольку собирался остановиться у друзей. Те решили позвонить друзьям, проверить мои слова. В итоге переводчик, который работал на таможне, сказал, что мне не верят. В ожидании вылета обратно в Россию меня держали в каком-то подвальном помещении с другими иностранцами, откуда выходить было запрещено, рассказал житель Владивостока Евгений корреспондентом Прима-Медиа. Между тем, устроиться на работу в Южной Корее, не нарушая местных законов, все-таки возможно. Для этого необходимо получить рабочую визу в дипломатическом учреждении Республики Корея в России. Это может быть краткосрочное трудоустройство, предпринимательское или исследовательское деятельность, обучение разговорному языку и другие. Но, как показывает практика, такой путь туристы из Владивостока не выбирают. Валерия Белоус, Дмитрий Сухоруков, Василий Косилов. Новости на Восьмом.